Дорогие друзья, в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, почему наши мудрецы не сказали нам четко, какова лоха в отношении двух существующих мнений по поводу бетахона, узнаете, почему бетахон это очень личное, чем бетахон напоминает аптеку, и услышите с Божьей помощью очень важный принцип, который необходимо знать для приближения к Творцу. Итак, почему мудрецы не сказали нам конкретно и однозначно, как мы должны уповать на Творца? Да, ответ заключается в том, что заповедь бетахона по сути является истинной связью близости с Творцом, и в этой теме невозможно дать четкие инструкции, подходящие одновременно для каждого человека, ведь величина бетахона человека прямо пропорциональна величине его близости, прикрепленности к Творцу, и каждый человек в соответствии со своей духовной ступенью и уровнем должен постараться и найти свою ступень близости к Творцу, и в соответствии с этой ступенью уповать на Всевышнего. Наша связь с Творцом сравнивается с отношениями между мужем и женой, и невозможно научить все семейные пары конкретно, до меньшащих деталей, что им нужно делать, чтобы построить отношения настоящей близости друг с другом. Можно объяснить только правила. И более того, любая попытка наставить их на максимально конкретный путь со всеми подробностями и частностями – это глупо и непрактично. Ведь не все люди и не все ситуации одинаковы, а тот, кто недостаточно умен и не может действовать в соответствии с правилами, которые ему даны, ну, ему на самом деле не помогут никакие инструкции. И точно так же близость каждого человека с Творцом – это не тот аспект, который можно научить всех одновременно в едином виде. Каждый единственный в этом мире, он единственная невеста Всевышнего, и поэтому нельзя ему в подробностях описать, как себя вести в отношениях близости с Творцом. Настоящая связь с Творцом очень личная, индивидуальная, и каждый из нас должен стараться самостоятельно искать свою личную ступень, свои связи и близости с Творцом и улучшать ее день за днем. Все, что сказано на тему бетахона, подобно аптеке, полной великолепных на самом деле действующих лекарств, и больной, заходящий туда, должен найти именно то лекарство, которое ему больше всего подходит. Каждый человек – это целый мир. У каждого есть своя индивидуальность, свое предназначение, свои испытания. Каждому отмеряют в жизни невероятно точной мерой все страдания, которые он получает, и все беспокойства, которые нарушают его покой. Невозможно все грести под одну гребенку. Каждый в соответствии со своим уровнем должен искать тот бетахон, который ему подходит. Это близость к Творцу. В близости с Творцом человек находится с ним один на один. Это как Хедер и Худ, комната, в которой жених и невеста уединяются для интимного разговора сразу после Хупы. Итак, дорогие друзья, в этом видео я рассказал вам о том, что отношения бетахона являются очень индивидуальными отношениями между человеком и Всевышним. И каждый человек должен постоянно эту связь укреплять и удушать. Что связь это подобное отношение мужа и жены, о которых невозможно заповедовать ничего конкретного, одинакового для всех. Я рассказал, что в аптеке бетахона каждый должен сам выбрать лекарство, которое ему больше всего помогает углубить близость с Творцом и достичь душевного спокойствия. И тем не менее, можно сказать, что все-таки есть что-то общее в отношении того бетахона, который требуется от нас именно в это время. Что именно? Об этом в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok